Открытое обращение к прокурору Воронежской области Гулягину Александру Юрьевичу. Уважаемый Александр Юрьевич, я Савченко Николай Александрович, житель города Росаш. Обращаюсь к вам во второй раз, потому что первый раз мне пришла отписка за подписью вашего заместителя, в которой нет ответа по существу. А вопрос в том, что 9 мая день победы, как встретит город Росаш, город воинской доблести. С фашистской могилой в центре города, это вот сквер в центре Росаши. И там в 2003 году установлена вот такая композиция в виде шляпы альпийского стрелка. Но мы не знали о том, что там есть замурованные кости, и это сразу переводит в разряд незаконного воинского захоронения. Вот в этой книге, которую издали реваншисты, и они же черные копатели, все подробно написано. Они хотели славы, и мы думаем, что они ее получат. Как проходило открытие этой незаконной могилы, есть видеоролик, и вы его можете посмотреть. Есть фотографии, на которых стоят на вытяжку наши чиновники, бывшие, вместе с итальянскими альпийскими стрелками, отдают почести фашистским оккупантам. Есть фотография, на которой возложены венки к праху фашистских оккупантов. И вообще тема реабилитации и героизации фашистов в Росаши она стоит в полный рост. Потому что вот эти зигующие генералы в пернатых шляпах, как раз их потомки и организовали вот это незаконное захоронение. Я вам покажу две фотографии из этой книги. На одной фотографии видно, как черный копатель держит брезгливо двумя пальцами кость, а на другой фотографии эти кости уже в пакете с Аллафановым замуровываются в постамент. Но есть и другая фотография, на которой группа альпийских стрелков держит уже другие кости, скорее всего реберные, о которых в книге сказано, что захоронены внутрь памятника множественные останки. И мы настаивали, чтобы Следственный комитет полностью обследовал, разобрал постамент и даже в земле. Потому что если останутся останки, это будет место поклонения, воздания почестей фашистским оккупантам, палачам нашего народа. Но вот следователь, который вел доследственную проверку, он тянул ее уже больше полтора года. И недавно выяснилось то, что он еще и занимается фальсификацией того, что, в общем-то, как бы обследовали на прошлой неделе этот постамент. И даже сказал, что это прошло, значит, сделано было поисковиками воронежского поискового отряда ДОН. И этим занимался следователь Рассашанский-Аверков. Я позвонил после следователю Аверкову, и он сказал, я ничего об этом не знаю, мне ничего об этом не известно. И спустя два часа тот же следователь Аверков мне позвонил и сказал, да вообще-то да, мы обследовали, все, ничего там нет. Но у меня записаны разговоры и с одним следователем, и со вторым. И из этого следует, что это была попытка фальсифицировать информацию о том, что якобы было обследование. Но я в этот же день поехал на памятник, зафотографировал абсолютно очень тщательно все четыре стороны. Там каждая травинка на месте, то есть никакого обследования не было, это 100%. Поэтому я прошу вас назначить мне время и день приема. Я приеду, положу вам на стол все факты, аргументы о том, что это могила неизвестного фашиста, о том, что чиновники коррумпированы, и о том, что следователь, которому доверять мы больше не можем, должен быть отстранен. И мы просим вас назначить служебную проверку, потому что фальсификация вот этих действий, она налицо. Спасибо.